Тема школ в разрезе обращения президента России к Федеральному собранию и жителям приобрела особую значимость. Глава государства отметил, что, цитирую, увеличивается число школьников, которые учатся во вторую смену, а в некоторых школах вводится даже третья смена. Безусловно, это проблема, которую тоже нужно решать. Конец цитаты. В Сургуте за последние несколько лет построено несколько объектов образования. Это второй корпус лицея имени генерал-майора Василия Хисматулина, еще один блок школы «Перспектива», третий корпус девятой школы на улице Крылова. Этот объект, напомню, первый не только в Югре, а во всей стране, возведенный по концессионному соглашению. «Перспективное» оказалось несколько лет назад сотрудничество власти и бизнеса на практике забуксовало. Порой, кажется, из-за медлительности процессов всевозможных согласований, внесения изменений, расчета цен, окупаемости, этапности работы, прочего, прочего. Особенно ярко все минусы проявились на фоне резкого роста стоимости стройматериалов после вспышки коронавируса. А значительные ценовые отклонения – нарушение существенных условий, которые либо должна была согласовать антимонопольная служба, либо договор нужно было разрывать и запускать процедуру по новой. Было и так, и так. В результате несколько школ из уже, что называется, подписанных слетели. Остальные – в разной степени готовности. О том, как, что и где строят, о перспективах и нынешних реалиях – Дмитрий Круковец. Третий блок школы номер 9 – фактически самый новый из ныне действующих образовательных учреждений, но по сути наиболее свежей является школа в 42-м микрорайоне. Ее возвела компания «Сипромстрой» на собственные средства. И лишь когда последний рабочий ушел с площадки, бизнес передал объект государству. Этот процесс называется «подвыкуп». Здание введено в эксплуатацию и приобретено «Югрой» за счет средств программы сотрудничества, которая действует между ХМАО, ЯНАО и Тюменской областью. Но в школе 42-го микрорайона пока учебный процесс не начался. Школа полностью готова, мы ее уже даже дооснащаем, поэтому там назад дороги не будет. У нас есть планы начать учебный процесс чуть-чуть раньше. Сейчас департамент образования взвешивает свои возможности, необходимость такую. Но мы пока рассматриваем возможность в этом уже учебном году начать уже старт практического учебы, чтобы ребята уже переходили. Но сегодня работа пока это подготовительная идет. Этот образовательный объект будет очень востребован, когда откроется. Дело в том, что даже введенный рядом на Крылова концессионный третий корпус девятой школы не решил проблему нехватки мест. И детей из западной части Сургута продолжают на автобусах возить в другие районы города на учебу и обратно. Когда 1100 ребят в смену примет школа, расположенная между Есениной и Белецкого, эта необходимость, скорее всего, отпадет полностью. Образовательное учреждение имеет помимо учебных аудиторий спортивные залы и даже стадион. В планах мэрии было возвести еще одну школу в районе улицы Олимпийская. Это за перекрестком Крылова и Аэрофлотской. Однако там подходящего земельного участка не нашлось. В 45-м микрорайоне мы предлагаем заменить этот объект, который находится в программе 39-м микрорайоне. Мы как раз мы не можем подать заявку на подхождение. Мы уже следили новый участок 39-м микрорайоне. Здесь сейчас идет застройка ДСК. То есть школа будет там. Плюс через дорогу в 44-м микрорайоне также есть земельный участок, предназначенный для школы. Мы предлагаем на 1500 мест 39-м микрорайоне. Это вопрос перспективы. В существующем реальном остатке сейчас 4 объекта. Один из них долгое время был в подвешенном состоянии. Школа в 5-м микрорайоне на месте бывшего гаражного кооператива. Там договор с консессионером подписали в августе 2020-го. При этом впервые о необходимости возвести на углу Губкина и показания в образовательное учреждение заговорили в начале еще прошлого десятилетия. К этому моменту завершено проектирование. А в феврале 2024-го застройщик наконец вышел на площадку. Так долго, потому что требовалось уладить финансовый вопрос. Стройматериалы сильно подорожали. Сейчас же все препоны, похоже, сняты. Документы, в том числе финансовые, подтверждающие факт привлечения средств, предоставлены. Застройщик приступил к работам. Стоимость создания объекта 2 миллиарда 720 миллионов рублей. В настоящее время ведется согласование технических заездов и подготовительных работ. Согласно письмарным сессионерам, должен выйти на площадку 20 февраля текущего года. Срок окончания строительства согласен условиям концессии января 2026 года. На начальном этапе и школа между улицами 30 лет Победы и университетская. Работы на площадке начались в августе 2023-го. Застройщик вкладывает свои деньги. На прописанных в договоре концессии этапах с инвестором расплачиваются. И потом он в пределах 7 лет будет еще и содержать, обслуживать школу, выполнять гарантийные обязательства. Школы очень востребованы. Мы немного не успеваем за жилищным строительством. И, конечно же, потребность есть. И любая школа – это движение на шаг вперед. Сегодня мы с вами присутствуем на строительной площадке, где уже работы ведутся. И в сжатые сроки уверен, зная и подрядчика, который не первый раз работает в городе Сургуте, что в конце 2024 года мы получим объект, который уже сможет порадовать и жителей микрорайона, и, конечно же, весь город. Готовность объекта прямо сейчас превышает 11%. Сдать образовательные учреждения должны к концу этого года. Выполнены работы по запивке свай, внутренний дренаж КП ВАНа, устройство основания, бетонные подготовки. Ведутся работы по гидроизоляции фундамента и мотору колонны. На сегодняшний день на объекте 4,15 техники, 62 человека. Темпы наращиваются, комплект школы изготовлен. Есть небольшое отставание, но у администрации города данный вопрос на контроле. В округе на контроле, периодически обсуждается в наших штабах окруженных. Идет усиление подрядной организации по выполнению работ. Планируется догнать отставание от графика, который есть. То есть идет сейчас с полным силой мобилизации. А вот с тремя другими проектами сложнее. Под школу в 30-м А микрорайоне пытаются не только утвердить место в проекте планировки и межевания территории, но и приобрести земельный участок. Он оказался в собственности у застройщика. Земельные участки в собственности непосредственно Югро-Ангресс-стройпроекта. В настоящее время договоренность о передаче этих земельных участков в консенсус в этом вопросе не достигнут. В начале, буквально сегодня было совещание, собственно, по утверждению проекта планировки и межевания в новой редакции по этому микрорайону. Так как этот вопрос препятствует дальнейшему развитию микрорайона и строительству в нем как жилья, так и социальных объектов. Предварительный угрозный стройпроект готовы договариваться с городом по формату передачи этого земельного участка. Но, скорее всего, это будет не безвозмездная история. По словам Виталия Шарова, мэрия будет искать варианты, но после утверждения проекта планировки и межевания, поскольку в предложенном застройщиком документе границы размещения объектов образования смещены. Еще две школы должны были появиться по концессии на участках за торгово-развлекательным центром Аура и в границах улиц Быстринска, Иванова, Мира, Маяковского. Но там идут суды о расторжении договоров. Не исключено, что придется и искать новую схему привлечения финансирования на стройки. У нас с вами 420 тысяч населения в городе, в своем пути, население растет, увеличивается в городе с каждым годом. И, конечно, потребность в местах, в школах возрастает также значительно. То, что концессионные соглашения, к сожалению, себя не зарекомендовали, как оптимальный механизм для решения вопроса строительства школы, ну, безусловно. Из шести всего осталось два, значит, надо идти другим путем. Задачи стоят, эти объекты стоят в депутатских наказах уже, можно сказать, десятилетия. И нам бы очень хотелось, чтобы по ним был некий результат. И мы вместе с вами обсудим, как из этой ситуации можно выйти, в том числе проанализировав возможности привлечения бюджетного кредита, или коммерческого кредита, но чтобы все-таки достичь некого результата. С точки зрения использования механизма концессионного соглашения, уже неоднократно здесь, на комитете, вам докладывалось о том, что механизмом окружным сейчас финансирование концессионных соглашений не предусмотрено. Сейчас нам нужно реализовывать то, что у нас уже заключено, а новых концессионных соглашений на текущий момент не предусмотрено вообще, в силу отсутствия такого механизма. И в государственной программе тоже сейчас не предусмотрен, как раньше, такой источник финансирования, как концессионные соглашения. Заместитель главы Сургута Артем Кириленко признается, что механизм концессии сложнее иных, но является рабочим. Это можно утверждать на примере введенной школы на Крылова. Ну и другие договоренности тоже есть. В микрорайоне Марина Гора школу уже возводят. Застройщик – компания СИП «Промстрой», которая после завершения работ передаст объект под выкуп. Аналогичная процедура предстоит и в квартале «Пойма-5», что расположена у перекрестка улицы Энергетиков и Югорского тракта. Об этом стало известно на заседании комитета Думы Сургута по городскому хозяйству и перспективному развитию. Еще одну школу на 900 мест в 35-м квартале, это новый участок улицы Киртбая, намерена возвести компания «Брусника». Однако способ инвестиций под выкуп или по концессии пока не определен. Проектирование ведет застройщик, который планирует передать документацию городу безвозмездно. Открытие линии финансирования стройки запланировано на конец этого десятилетия. Однако в случае фиксации намерений инвестора, наличие проекта, прохождение госэкспертизы, возможен перенос. Для школы, а также детского садика в этом и смежном микрорайонах подобраны земельные участки, которые требуют мены, поскольку принадлежат другим лицам. Им передадут равнозначные земли. Процедура необходима и позволит выполнить обязательства и нормы шаговой доступности к таким учебным заведениям. В программу возможны изменения по степени готовности проекта. Мы можем заявляться про факту прохождения проверки достоверности смежной стоимости, прохождение государственной экспертизы, нанесение изменений. И, соответственно, сроки будут изменены. До окончания всех проектных работ и получения заключения до сих пор, это ориентировочно не раньше конца 25-го года, с учетом процессов проектирования, прохождения экспертизы, тоже не быстро, это все такое. Поэтому проектная документация имеет все действие по общепринятым, по разъяснению округа, 3-х и 3-х. Предварительная стоимость объекта – 4,5 миллиарда рублей. В соседнем 35-м А микрорайоне запланирована такая же по площади и число учащихся школа на 900 мест и детский сад на 300 ребят. Только в государственной окружной программе эти объекты пока отсутствуют, но власти уже прорабатывают возможность включения этих учреждений в перечень. Дмитрий Круковец, Денис Зонов, Сергей Коликов. Специально для программы «Новости. Главное».